Hi, girls and guys, и небинарные персоны, меня зовут Дарья. Сегодня у меня в руках не будет укулеле, потому что это новый выпуск. Моменты жизни Я знаю, что вы любите смотреть Моменты жизни, поэтому хочу вас порадовать сегодняшним выпуском за февраль месяц. Садитесь поудобнее и погнали смотреть. Моменты жизни На самом деле я очень часто не упоминаю Моменты жизни и показываю все это таки радостно и красочно, но жизнь наша, она как такие вот американские горки. Поэтому сейчас я нахожусь не в самой лучшей ментальной форме, скажу вам честно, из-за переезда, из-за количества работы. Как-то я попала в такую эмоциональную яму, по-другому можно сказать, выгорание, и те вещи, которые раньше мне проносили удовольствие и разного рода эмоции, перестали это делать. И я верю в судьбу и в знаки, так как сейчас я взломала ТикТок и все мои рекомендации, заполненные новым сериалом от HBO по культовой игре за Last of Us. Плейстейшн ради этой игры. Вообще, в принципе, Плейстейшн у меня в детстве в юношестве-то не было, потому что я как-то очень спокойно относилась. Прошло как-то мимо меня это все, но сейчас я, в принципе, как-то заочно знаю контекст этой игры, что там происходит, и вот сейчас сама буду проходить эту игру. При этом я никогда на джойстике особо-то не играла. Ну, то есть там чуть-чуть в стрелялках или в Mortal Kombat нажимать рандомные клавиши, да, было. Но что прям вот максимально точно, вымеренно нажимать куда-то, такого не было у меня экспириенс, поэтому для меня это будет что-то новое. Но факт это с фактом. Ради какой-то игры купить целый Плейстейшн, у меня уже есть какие-то ощущения, типа, ааа, прикольно! Сама взяла, да, и купила себе новое увлечение, новую игрушку. Раньше это были у меня укурельки, а сейчас это, видимо, будет Плейстейшн. И одной покупкой Плейстейшн я не обошлась, чтобы на нем как-то играть, мне пришлось купить. Новый проектор, потому что прошлый проектор мы потеряли во время переезда. Он у нас выпал с газельки. Также, чтобы было что-то видно на моих обоях, вы видите, какие-нибудь цыганские расцветки, заряженные на успешный успех, я купила специальный для проекторов такой вот экран. Я вот повесила, в принципе, все выглядит симпатично. А если выключить все световые штуки, чтобы было прям очень контрастненько, выглядит все вот таким вот образом. Всем ассалам алейкум субб... Выключи, пожалуйста, ты мне сейчас в это придет, правда? Расскажи сама историю, что будет за теоретки. Что я рассказывать должна, ты же решила снимать. Ну, я снимаю, ты рассказываешь, что делаем. У нас, наконец-то, возвращение легендарной рубрики. Готовим дома. Готовим дома, еееееее. Что делать-то? Скип. Вообще, сырный... Как это вы сырный пирогом? Сырный пирог. Сырный пирог. Сырный пирог, но... На составе нет. Сырно. Сыр вообще от слова. Обращенная версия. Лайтик. ППшка. Мы еще на той неделе, Юля предложила сделать десерт. Говорит, нашла рецепты всякие, сериала «Друзья» и прочее, прочее. Но на тот оригинальный рецепт нужно. Восемь часов, что он постоял, еще две. В общем, целый день. Мы... I don't have time. Вот столько, да? Поэтому сегодня ела лайтик-версию. А потом, а потом мы сделаем нормальную версию. А потом? А что потом? И купим блендер. Let's go! Юля мне доверила самое важное, что я могу сделать. Это запах гренок. Меня сейчас просто... Давай мы их на балкон выхнем, пожалуйста. Но имеется в виду, это просто будет. Пили вчера по скидке греночки с чесночком. У меня вкус на утро был от этих чесночков гренков. Ну давай, давай. Будет немножко это айс-гренки. Охлаждение. Охлаждение, да. О, как раз полпляли. На стул тут сломался. Ну, Машка с нами больше не живет, но три стула хватит. Все, пока! Ты, блин, до чего мне, говорит? А, ну, типа, не надо. Сколько не хватает? Ну, я думаю, 44-то ни о чем грамма. Было и было. 24 грамма не хватит печенек, потому что в пачке 228. Прямо еще тогда в тюрьму убили. Все хорошо пошло! Ты стоишь из тарелки? Ха-ха, точно! Всем привет, девчонки, поклонницы моего кулинарного канала! Помнишь, как это же была с Юлия Высоцкая? Была рубрику «Един дом». Она каждый раз готовила блюда, из продуктов, которые можно найти в холодильнике. В итоге она там какие-то... А, буженина? Да, буженина, там, креветки в кляре и прочее, прочее. Думаю, видели бы вы наш холодильник, обычно, что там происходит. А мне нужно прям супер-мелкую крошку. Вот так вот, вот так вот. Дай-ка я проверю, а то вот так хорошо идем, стилю. А может, вообще у меня не сработает? Беру чеплашку, поварешку для пюре. Пробуем. Работает! А, сейчас все будет, Юл. Она только была. Все нормально. Все, сейчас все быстро. Чух-чух-пух и все сделаешь. Неудобно одной рукой. Че ты смеешься? Я пошла свои дела делать. Пошла. Сметану в сторону, конечно. Что-то у меня пошло не так. Слишком мало крошится. Я уже взяла стакан, до этого пробовала делать всякими утварями. И сейчас пришла мысль гениально. Положить это все в зип-пакет и пройтись валиком этим. Будем собираться замешивать молоко коровы с ее хрящами. Не, а ты думала, откуда желатин у нас берется? Поехали. Ну, что-то надо было тонкой стройкой. Ну, у нас своя тонкая стройка. У всех разные понятия тонкой стройки. Так что... Сейчас намешаться. Блин, наша Иришка чики-пики. Кругрышка не накрошила. Сейчас все. Нашинкуем, не нарежем. Все нормально. Девочки, учитесь. С вами была Иришка чики-пики. Что у нас там получается? Порозилка такая хорошая. Реально заморозился. Нормально за 10 минут такое. Какой результат? Результат всех порозил. Коль такая. А что, доемка стройкой не влезет? Тебе напоминает ватрушку. Ну, давай, поясняй. У нас ПП. Мы забыли. Ванилин. Иришка говорит, тебе повезло, мы ванилин забыли. И сахар. Слушай, Юля, у меня вот к тебе вопрос. Ну, ты же выполняла функцию начинки. Как так получилось? Ты же делала по этому, по рецепту. Я расстроилась. А из-за чего ты расстроилась? Потому что творог не тот. Ай, все, он тебя погнал. Я говорю, Юля, какой нужен творог? Любой, не любой. Спросила, сколько там процентов. А какой? Процентов там не уточняли. Там вообще никакой. Там написано, творог 400 грамм. Все. Откуда я знаю, какой творог туда точно нужен? Реально. Я просто определила по ожиданию реальности, что это не тот творог. И сам Рива, и не Лина. Это что? Мы же хотели просто упрощенную версию сырного пирога. Юля говорит, давай украсим. Что мы собираемся украшать? Жемчугом и космосом. Я не понимаю, ты плачешь или радуешься? Что ты? Если что, Юлька у нас свободная. Пацаны, разбирайте. Вконтакте слушай. Да потому что ты уже как будто бы больше ничего не делал. Давай космос насыпем. Почему ты не сыпешь из упаковки? Я боюсь, что будет еще хуже. Нет, приятно, прикольно, как будто детская поджалка. А потом не будем результат окончательно показывать. Скажем, было очень вкусно. Было so delicious. Да, выбирь, как в детский раз. В самом деле. В детский раз я сделала, но ты молодец. Ты старалась. Время, ты симпатичная. Давай, берил. Моменты жизни. Сейчас я начала потихонечку гулять по вечерам в The Last of Us. И не могу пройти один момент. Вот что-то старалась, пыталась. То и меня постоянно мочат. Поэтому решила вспомнить старое доброе прохождение на YouTube. Которое я, кстати, сама делала в 2013 году. Добрый вечер всем. Это канал Simon Fix. И мы начинаем проходить игру Alan Wake. И, конечно, я решила посмотреть откупленного. Че как. Так как у меня это первый PlayStation, у меня никогда не было опыта. Я очень плохо стреляю. Поэтому мне нужно научиться как-то это делать бесшумно. Я не знаю. Короче, прикольно. Бля, меня не перестает удивлять. И, честно говоря, знаете, что придумала? Бля, как шиколка для цветов. Работает! Работает! Я даже не знаю, что сказать. Ты любила, видимо, делать с милой ручки? Есть в жизни две вещи, которые я очень люблю. Цветы. И такливые цветы. Хорошо, бля. У нас тут вообще эйфори прачечный стал. Покажи, как надо. Давай, покажи, как надо. Это моя терапия. Я приехала к Рине в Выборг. Спустя много времени в гости футболочку показываю. Белозавр. Она говорит, будешь пиццу? Пиццу. Говорит, сама сделала, сама приготовила. Надо только разогреть. У нее нет вот этой штучки. Что-то мне пригорело. У тебя еще посудомойка, боже мой. Это на самом деле не все. Не все, не все, дорогая товарища. Что я хотела вам показать? Лена мне подарила мои любимые конфеты. Вы знаете, моя любовь к этим конфетам. Я настоящая учительница. Конфеты я вижу. Я вспоминаю, что я учительница. Почему на эти конфеты? Как у тебя сработало это? Какая была вот мэч? Какой произошел? Я знаю, что это твои любимые конфеты. Подожди, вот это. Я сама вот это рассыпала. Стругала. Стругала. Выборок это чудесное место. Но Арина мне сказала, не ставь на него ставки. Да я ее так и не ставила. У них такой странный перекресток. Можно зайти как-то вглубь. То есть он выглядит как-то не по перекресточнее вот этот вход. Короче, какой план-то у нас? Пойдем дудку слушать. Немножко прогуляемся мы тут. Я как всегда говорю, вот Выборг не то, Выборг не все. Арина говорит, сейчас покажу, пошли посмотрим. Какая-то подсветка на здание. Кстати, народу очень мало. Арина говорит, что это в принципе типичное состояние Выборга. Места много, людей как бы нема. Есть места, конечно, похожие на Питер. Все-таки недалеко находится. Тут сейчас на ласточке ехать. Как-то все, как-то все, как-то так. Что скажешь по этому поводу? Все, что нужно, все это сказано. Меня не подкупить. Место тут очень крутое. Меня прям поразило. Вот реально поразило. Как оно называется? Где моя саке? Где ее от саке? Реально топ. Вот the best. Эмоции отдельно. 10 из 10. Реально 10 из 10. Там такой сервис. Прям все так хорошо спросили. А вы как будете ехать с вашей суши? По-европейски? Типа с вилкой специально для меня. Я не умею палками есть. Или палочками? А если палочками, то какие? Делеганы, графиты. Вы там па-па-па-па-па-па-па. Это у них такой, видимо, сервис в Выборге очень хороший. И не подкупить ее. Меня. Минута. Меня не подкупить. К вечеру, как ты знаешь, немножко я растаяла. Скажу так. Видимо, может, просто сейчас еще не идет снег мне в лицо. Там кушать? Прикиньте, у них какая-то шаверма, что называется Крым. Я думала сначала турагентство. У нас сейчас такая потная катка. А вообще, скажи, что это за игра? Я Turkish Girl. У меня аккаунт Turkish Girl. Вот такая вот игра Overcooked 2. И там нужно, типа, играть вместе в команду. Не то, что вам нужно вместе играть. Типа, вы должны договориться, что вы будете делать, чтобы вы смогли пройти этот уровень. Потом покажешь. Час не могли пройти, не могли пройти час. Это что-то с чем-то. Это просто вынос мозга. Даша переводит песню на День Святого Валентина. Ну да, я чувствую, 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 чувствую для тебя. Сейчас я кричу на весь мир. Моя любовь для тебя. И это невыносимо любить. Когда я встретил тебя, я не смог забыть тебя. Ты прямо в моей голове. Pure. Фиолетовый? Чистый. Pure. Ну да, это как эти прокладки. Pure вообще запомнили. Ну да, типа такой, знаешь, невинный, когда pure. Хорошенько, хорошенько звучит pure. Ага, хорошо пошло, хорошо. Я даже не знаю, как это, я почувствую, но не понимаю, как это сказать. Удовольствую. Удовольствую, да. Уй, мой пляж. Моменты жизни. Я сейчас играю за Last of Us. Наверное, прошла где-то половину. Я прям в шоке с этого погружения. Если я захожу в какие-то темные места, мне нужно включить фонарик. И, внимание, идет звук щелканья от самого джойстика. Вы прикиньте, насколько это продуманное погружение. А когда батарейка якобы в фонарике садится, мне нужно сидеть и трясти джойстик, и происходит звук вот этого трясения фонарик. Как, блин, продуманно сделано. Обалдеть, просто обалдеть. Я сейчас играю в PlayStation The Last of Us, почти уже прошла его. И поняла о том, что они постоянно сидят в укрытиях, потому что у меня есть такая тактика как бы втихую. Крыса. Давай сначала я иду, а потом резко подлюблю. Беги. Укрыти. Тяжело. Ну, конечно, да. Девочки, где твоя мама? А это выглядит сейчас Юля после того, как пробежала пару метров кусочков. Да, у меня миссии выполнены. Ушу дыхалок, это реально. Ну, прикольно. Хорошая нагрузка на ноги. Всем советую. Пять минут так делай, спина болеть не будет. Дин, два раза вот это упражнение делай, позвоночник не будет болеть. С тобой, а спеть как ААА. И вот на вторую А мы встаем. Вау, очень редично. Очень круто, очень круто, очень круто. Правда, молодцы. Уже, уже, уже ты споришь. Отлично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Даша пока там тусается. Тут уже фотосессия проходит. Только красивых людей. Все, все, отлично. Идет. Бежит, смотрите. Бежит. Потерянный. Он у меня, Даша. А, у тебя телефон. Отлично. Так, все готовы. Я на него снимаю тебе. Отлично, проверьте. Я вижу вас. А я вижу вас. Провели только что мастер-класс. Как тебе вообще ощущения? Невероятно. Я опоздала на полчаса. Я захожу. А тут много народу. Устала. Потерялась. Рассеянная такая, думаю, блин, стройка людей. И Даша говорит, а давайте теперь поаплодируем Наташе. А она рисовала мне все. И все такие. И я такая. На самом деле, правда, Наташа ждала, потому что я сейчас нахожусь на сессии. У нас вообще нету других точек соприкосновения, чтобы встретиться. Наташа пришла и пить сюда. Ну, надеюсь, это было одушать сердце на чем все это. Был прикольный мастер-класс. Отдача неимоверная. Подготовка тоже очень крутая. Я поработала и за продакшн, и за... Наташа, у меня все. И правая, и левая рука, и посередине. Если вам нужны какие-нибудь штучки, дрючки... Наташа, прикольно. Я рисую иллюстрации, вообще, какие угодно. Программ пишите. Очень крутая штука, что тут можно проиграть какие-то артефакты, в частности, диктофон. И смотрите очень внимательно, откуда будет звук. Типа он идет с своего джойстика. С джойстика, с самого джойстика. Где вы так вообще видели, а? Распаковка покупочек. Чек. Юля пришла покупочка с айф. Оно маленькое опять? Ну, блин, выглядит обалденно. Оно что, маленькое? Оно маленькое. Оно опять не подойдет, видишь? А что за размеры у них? Китайский айфон 12. Может быть, я говорю, это на мини-айфоны. Ты зачем заказываешь на мини? Ты зачем заказываешь на мини? А я айфон-то заказываешь. А я 12 выбирала. Может, до 12 мини? Может быть... Так, опа, на чем оно все сыграно? Скажи, это балалайк. Интересно, я представляю. Джоэл сидит на балалайке и играет. Слушай, ну, на самом деле, если посмотреть вот записи от официальных PlayStation'ов, они, видимо, какие-то мини-концерты устраивали. Что-то струнное. То есть, есть гитара, есть типа как банджо-но-гитара. То есть, у них мембрана. Но что еще очень схожее? То есть, может быть, по фактуре, ты можешь сказать, на чем они обычно строятся? Какое заполнение? Возьмем основную тему, в которую мы с тобой играли, да, на той же самой укулельке. То, что я тебе сейчас играла. И то, что ты играла от Эйкон Ми. Да, это сделали такое некое переложение. Вот есть что-то общее в них. Чаще всего, каким способом мы играем? Давай, в правой руке, в правой руке я даю подсказку. В правой. Перебор. Да! Ты хотела, что ты сейчас кладешь? А почему, как ты думаешь, что именно перебор? Ну, уже красиво. Как вариант, очень хорошо. Потому что так бог велел. Вау! Ты меня прям сегодня поражаешь. Ну, хорошо. На самом деле, тут точного ответа нет. Ну, то есть, типа, нет правильного ответа. Мне было интересно послушать тебя. Ладненько, давай будем разбирать. Как тебе? Красивый, да? Нижнятенько. Все, не маслица началась. Сошли маслицы в этой блинчике. На. Да, она всем передала. Всем тис-крутис. Всем. Всем блинам. У всех была пусик как-то стеколом. Хозяин у нас. Да. Котлеты пашут. Котлеты. Подожди. Надо же так соскать. Давай, давай. Хозяйка. 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 Давай, давай. Сейчас, подожди. О, ты видишь, он перевернулся. Он перевернулся. Мне кажется, сейчас мы в самокате просто блинчики закалываем. Пошла ты по самокате. У нас есть Саша. Не хочет, не маслица. Не хочет. Прям не хочет. Все задокументировано. Умница. Как разошелся-то, а. Это рататуй. Песню покажите, как вы включили. Костее. Только эту не показывает. Все, давай. Подожди. Я прошла The Last of Us. В целом, ощущение, прям очень сильная игра, очень мощная игра, концовка такая, я думаю, блин. Вообще, это, мне кажется, было мое самое лучшее решение в жизни, купить PlayStation. Это моя первая игра на PlayStation, и прям такой уровень. Игра, конечно, мощненькая, потной катки, ever, учитывая, что, блин, я еще играла на самой низкой сложности, я не знаю, что будет на hard. Я привыкла играть через джойстик, потому что это было, конечно, сложно, эмоционально, еще как. О, там сыночки показывают. Ухи-хи. Да. Не смотри в мои глаза. Брось трепаться. А сэфпиэр. У меня отец слепит круглый на самом деле, шанс он ищет. Я попутал рамсы. Ты видал, я взял. О, да ну это знает. Как твои, две косы. Танцуй, давай. Папа, папа. Я в шоу, в бакет поставил на мой стол. Кеймерус большой букет. Я решила пристыкать. Показал бы стараться. Брал на пол, тушите свет. Блин, вообще такой прям. Моменты жизни. У нас сегодня выходной трипчик. Мы поехали на дачу. Почти что. В Луборг приехали. Проведем время вне дома. Как мы обычно это делаем. Вне нашего дома. Вне нашего дома, да. Пока мы в таком ощущении гуляем. Пока у нас заселение, просто чуть позже будет. Любуемся на красоту Выборга. Как тебе пока Выборг? Глаза не раскрывают. Вот Сашка обычно вообще это не делает. Давайте небольшая остановочка все это сфоткать, короче, своим родителям, вам, дорогие подписчики. Начали шутить о том, что мы как учителя приехали в экспедицию. У нас Александр Юрьевич учитель ОБЖ. Юли, ты кто? Учитель. Учитывайте, с чего? Всего. Литература? Да. Сотком Юлу. Когда мы с Александром были в этом месте, тут еще более открытые окна. Сейчас их заделали и вот такие сделали подпорки, чтобы окончательно все не упало, не развалялось. Реставрационная работа, Александр у нас говорит. Как тебе? Спустя год. Спустя год, то бишь, еще что-нибудь изменится. Что-то уже делается. Вот не снесли, и уже спасибо. Мы пришли в тот самый дом, который развалился. И вот эти вот локации стали они еще выглядеть хуже, чем было в тот раз. Мы еще опять где-то идем, непонятно где. Слушайте, пахнет намозом, а мне кажется? Слушай, говорит, блин, это что, трасса? Мы идем посреди дороги. Лучше всех утра сказать, что наша жизнь шоссе, шоссе длиною в жизнь. Путем долгих хождений мы все-таки пришли. Вот такое домишко будет наш на этот уикенд. Ну, выглядит круто, современно. Тут оказалось, что есть Март ТВ, а можно смотреть YouTube. Вид, смотрите, какой потрясающий. Ой, там церковь, что ли, есть? Да, 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 я про это говорю. Ой, как хорошо. Там дома необычные. Ну, там у меня обычная же церковь. А что, дом? Это храбожий дом. Это не церковь, это часовня. Нормально. Вот такое местечко очень симпатюльное. Нет, так гирлянда тут даже вот очень даже. Проигрыш, проигрыш. Все, это проигрыш. Нужно успепелить. Почувствуйте этот вайп. Мы приехали за городный дом, чтобы попеть от сказок. В лесу находимся. Что, споем и пойдем? Юл, ну ты че? Что ж подсосовка? Подсосовка. Подсосовка, блядь, я, да? Что за сказки? Мы говорили, дурак, не реви, не реви. Он всегда пули, а ты альби, альби. Какая там любовь, весь у него так молит. Твоя душа как море, а его нам дели. Саша, помочка не сделала. Проигрыш, проигрыш. Это как Феникс. Мы слушаем тишину. И охотимся на кабины. Саша, мы тишину слушаем. Черт, давай, а что ты гидишь-то? Рот закрой. Он меня ударил. Пошли в лес гулять сейчас. Юля взяла всю свою технику, фото и видеокамеры. А рюкзак она не брала. Я говорю, куда ты это все положила? Саша говорит, сфоткай меня, как будто я в лесу. Говорю, ну мы в лесу. Какая ножка. Какая ножка. Обалдеть. Тут без комментариев Саша видки и начал собирать. Это валежник. Валежник. Он разрешен сбором. Юля такую идею подкинул снять какой-то хоррор-муви. Поворот не туда назовем. Поворот не туда, выборг. У меня так весело. Юля, это хоррор, тебе весело. Мы на самом деле приехали ради шашлыков. Все, затушил, но ладно. В смысле, они должны раскалиться, чтобы это? Чтобы, чтобы что? Угли закидывают после того, как все раскалится. Ну, раскаемся. Весь дым на меня просто идет. Ты же хотела пропахнуть. Да, так-то, да, я же хотела. У нас команда работает. Мы впервые жарим шашлык самостоятельно. Обычно делают у меня брату Юля, отец, а у Саши. Не знаю, что делает Саша. Обычно Саша делает в духовке. Сашка отвечает за уголь, я отвечаю за раздув, дую, how do you do. Юля отвечает за переворот и за подливку с чайником. Подливку. Она уже устроила там бассейн. Да, один раз она устроила бассейн, с тех пор мы ее не подпускаем. Ты что, я только подливала. Да, но Юля на самом деле хорошо льет воду, это ей дано. Так свет, это хорошо. Достой, а что ты ждала-то вот этого? Ну, начало. А что ты вот так ждала? Ну, мы на степи, ну, чувства. Ты же окей. Горокия. Гармония. Блин, мы молодцы такие вообще. Продолжение нашей пати. Мы поужинали, поразвлекались, песенки попели. Пошли сейчас. Время ресерта, Юля уже наготовит. Мы будем как в американских фильмах. Юля, а там уже спашка деревянная, ботик украданная. Ну, все, закончился наш уикенд. Как вам, друзья, товарищи, наш уикенд? Юл, Юл, давай, ты первая. Ну, Юлю понравилось, на самом деле, просто мы идем по ветру. Алекс? Все замечательно, волшебно. Ну, реально хороший дом. Мы сейчас пошли погулять немножко в Монрэпе. Это такая огромная территория всякого всего. Ну, зима не очень-то красиво. Смотрите, какая лестница здесь есть. So delicious. Обледеневшая. Можно прям сразу упасть. Что-то еще застыло в этом году. Стали красивенько на фоне склепа. Там, кстати, склеп. Ветер вообще просто мощно. Моменты жизни. Я сейчас прохожу дополнение к первой части. Там рассказывается о том, в принципе, что было Элли до основной сюжетной серии. И сейчас они уже две минуты читают шутки. Вот ты любимая буква. О, это я знаю. Нет, буква М. Потому что молок обычно А и Света самая прикольная пока что. Почему шахматистка не ест ферзя? Она бережет фигуру. Не забудь написать в комментариях, что нового у тебя произошло в твоей жизни за этот период времени. Ну, а также для всех любителей влогового формата напоминаю, что на канале есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц обзорной чекой из модели. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok